Выступая 4 декабря 2017 года в эфире популярного общенационального телеканала ICTV, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, я убежден в том, что наша задача на следующий год довести среднюю заработную плату в Украине до уровня не менее 10 тысяч гривен. Тогда мы будем возвращать более-менее нормальный темп увеличения средней заработной платы для наемных работников. Он напомнил, что сейчас средняя заработная плата по стране составляет 7400 гривен, но ее премьер считает недостаточным. Глава правительства также напомнил, что уже в начале года минимальная заработная плата увеличится на 500 гривен. Также Гройсман рассказал о планах отказаться до 2020 года от импорта газа. Мы все еще импортируем газ. К 2020 году планируем отказаться от импорта и у нас снизится цена на газ навсегда. Моя философия принимать решения навсегда, не давать подачки людям, отметил премьер. Ну, насчет финиша импортного газа поживем увидим. Правда, одолевают смутные мысли. Во времена режима злочинного Януковича, тогдашняя оппозиция в лице Яценюка, предшественника Владимира Владимировича на этом посту, утверждала, что производимого в стране газа вполне достаточно, дабы удовлетворить потребности населения и бюджетных организаций. Вернуть все-таки к обещанию премьер-министра довести уже в следующем году среднюю заработную плату до 10 тысяч гривен. Прилагательная средняя, как по мне, очень трудно вписывается в экономическую науку. Вот, к примеру, утверждение главы правительства о том, что сейчас средняя заработная плата по стране составляет 7400 гривен, явно входит в противоречие со средней заработной платой в Одессе и области. Она выше 6000 гривен, но не достигает 7000, а наш регион и его областная столица в числе, так сказать, наиболее благополучных в этом вопросе. Я бы не проявлял такой оптимизм по поводу роста средней зарплаты еще и потому, что прочитал прогноз Национального банка Украины. Вот он. Фактически инфляция превысила прогноз, опубликованный в инфляционном отчете за октябрь 2017 года в связи с высокими темпами роста на продукты питания. Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющая превышает прогнозируемую в инфляционном отчете за октябрь 2017 и следствие детельствует, что к концу 2017 года инфляция более существенно оттлонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее. Можно, конечно, напечатать много гривен и завести зарплату до 200 тысяч в месяц. Такое мы уже переживали в 90-х. Но надо ли наступать на те же самые грабли? Продолжение следует...